Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг, подпишись на канал ты не забудь, поставь лайк и комментатором ты будь, лапапа, 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 лапапапа, лапапапапа, лапапапапапа. Привет, ребятки, меня зовут Дима, мы на просторах развлекательного канала ПЗР, летсплей, сегодня воскресенье, отличный день летний для того, чтобы начать торговать торготой. Серьезно, basement, у нас игрушка про торговлю наркоты, русский язык, имеется в стиме, имеется при альфа-версия, правда, она до сих пор в разработке, то есть это ранний доступ, все дела, но купить можете, поиграть можете, ну и я поиграю, это такая маленькая игрушка для раннего начала дня, так скажем, да? Давайте начнем новую игру и посмотрим, чему нам это, нас это приведет. Я не играл еще ни разу, не смотрел ролик, ну, то есть вроде, я смотрел один ролик, мне понравилось и решил купить поиграть. В общем, погнали. Не знаю, что делать особо. Итак, старт-дистрикт. Окей, у нас есть карта, насколько я понимаю. Ну, вот они, так скажем, дистрикты. Ну, вот он, стартовый дистрикт. У нас 1080$ в доход за вчера 0 баксов. И, собственно, никакого нахрен туториала нет. Я могу на паузу нажать, и чё? И чё? И могу продолжить. Окей, хорошо. Комната отдыха. Тут могут отдыхать и лечиться сотрудники. Ладно. Ли, пацан, работает вовсю, короче, трудится и не знаю, что я ему делаю. Работай, друг. Гейлард. Гараж. Ирвин какой-то есть еще. Его нанять, что ли можно, не знаю. Это, походу, наши... А, вот, курьер, смотри, он, типа, приносит наркоту, которую сделали здесь. В центре, я надеюсь, вам все видно. И продают ее в баре. Вон оно как. То есть мы никуда не развозим. Ничего, ничего такого. Окей, я могу выкопать на правый проход, выкопать на левый проход. По 100 баксов стоит. Ну, давай, выкопаем. Не знаю, для чего. Доход за вчера 144 бакса. Окей, выкопали. И чё можем делать? Построить. Построй? Ага, смотри. Гроубокс. Небольшой ящик для выращивания зеленой. Ну, зеленой наркоты, по всей видимости. Чтобы начать производство, необходимо назначить рабочего в комнату. Для начала продаж нужен дилер. Вот так все просто. Так, значит, у нас есть кислотный стол для производства фиолетовый. Коричневая кухня. Производит низкокачественный, вонючий, коричневый. Дерьмо, короче. Адам Стенд. Производство клубных штучек для юного химика. Производит синяя. Это, видимо, самый элитный, да? Генератор. Дает электроэнергию для комнат. Хороший вариант для подпольной химии. Значит так. Я не вижу, где у нас тут информация про электроэнергию, если честно. Вот она, информация. Вижу теперь под старт-дистриктом. У нас два рабочих из десяти. Пять энергий из пятнадцати возможных задействованных. Хорошо. Парень. Комната отдыха и гроу-бокс. Ну, давай здесь тоже мы тогда построим гроу-бокс. Купить. Значит, Филипп. Иди сюда. Филипп. Что ты делаешь вообще? Влияние. Одиннадцать процент. Продажа. Ну, он, короче, дилер, походу, да? Часто ты такой дилер. Окей, нанять. Вот так вот. Нанимаем рабочего. Смотрите-ка. Чадвик. Так, что это такое у нас? Манерный, отталкивающий молодой человек с... Манерный, отталкивающий молодой человек с неясным прошлым. Слеп на один глаз и живет с роботом в однокомнатной квартире. Влияние семь процентов у них у всех. Продажа. Так, десять. Смотри, девять и два. Но труд два и четыре. Обороноспособность и жизнь. Двадцать и девять. У Дуэйна. Дуэйн, в принципе, мне по трудоспособности хорош. О, хорошо подходит. Очень пафсный чувак с ручным пауком-птицеядом. Прилетел с другой планеты. Скафандр не снимает. Ну, такая чисто обдобанная тема. На самом деле, мне больше нравится Чадвик. У него по здоровью, конечно, двадцать шесть. Но у Руэйн у него тринадцать. Труд у него два и один. Продажа десяточка. Норм. Чадвик. А Рамира, смотрите, эксэтричный. Кослевый мужичок. С охапкой странных деталей. Любит готовить. Приехал издалека и живет с мамой. Нет, Рамира, поживи с мамой дальше. Мы нанимаем Чадвика за тридцать шесть боксов в день. Погнали. Нанимаем Чадвика. Вот он, походу, Чадвик приезжает. Окей. Могу я нанять, очистить, снести. Ладно, ты кто такой? Ты кто такой, слышишь? Это что было вообще? Что за говно было-то вообще? Что за говно было-то вообще? Еще раз спрашиваю. Так, окей, ты пойдешь работать? Кто-то пришел, Лили там, нахерачил, попытался, точнее, нашему этому парню дать, да? Офигеть. Что это было-то вообще? Еще раз спрашиваю. Так, ладно, справа что у нас тут? Abundant place. Abundant. Что значит такое? Бар. Два мента имеется. В бар бы торговлю, да? Что тут у нас дает новый грузовик? У нас, в принципе, грузовичок и есть. Грузовичок и... А, вот здесь вот можно прокопать, построить еще один генератор, потому что, смотрите, у нас уже энергия, да? Не очень. Так, что ведь, вы, ребят, продаете, нет? Доход за вчера минус 962. Нихрена себе, а что так мало-то? Могу я нанять кого? О, могу. Смотри. Странный стрекан, который носит парик, местный живет в женской общаге. Влияние 9%. Труд 1,2. Так, продажи 17. Нихрена себе. 285 бачей он стоит еще. 40 баксов в день. Моим рабочим. Слушай, а я так... Я так нахрен, наверное, обанкротишься, нет? Так, а что мне делать? Вот, можно, допустим, приехать сюда. Окей, подожди, а нахрена? Ага. 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 Урон 12, 11, 13, 14. Ну, давай. Чадвик и Филипп. Атакуемся. Бар. Здесь два чувака. Два мента. Не знаю, этих людей, наверное, не трогаю. Обычных. Я, насколько знаю, здесь дерутся один на один, поэтому больше двух сюда отправлять не было смысла. Ох, ты ж мать. Ох, нихера себе мент. Кажется, я кого-то потерял. Ох ты. Ох ты. Бам. Ли. Дружище. Приезжай, разберись. Я, короче, потерял двух людей. Я первый раз играю, напомню. Поэтому первая серия, она такая будет спонтанно непонятная, вообще сумбурная, отвратительная. Я разбираюсь вместе с вами. Я, конечно, не откажусь. Блин, это тоже загасит. Да, я не откажусь от подсказок. Я сейчас заново начну. От подсказок, конечно же, не откажусь. Вы, смотрите, в новом месте появились. Значит, будем умнее. Я думал, что со старта мне будет легко одолеть двух людей. Я ошибался. Двух ментов очень сложно одолевать. Здесь гараж с одним ментом. Бар. Два мента. Можно посмотреть. Во, здоровье 34, урон 15. Мощный, ребят. Слушайте, а мне, наверное, нужно именно каких-нибудь... Каких-нибудь толстенных боевичков, да, ставить. О, смотри, 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 смотри. Бежит, 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 бежит. Смотри, драться будем, не? Лейси. Терпение у него заканчивается, смотри. А, это, короче... У него закончится терпение, наверное, и он придет. Отмесить рожу. Вон оно что. Это наш курьер? Или что это? Не знаю. Вот. Терпение у него на 100. Все, ушел. Барыга местный, короче. Это наш продавец. А то барыга местный был. Вон оно что. Так, окей. Нам нужно повышать производство. Поэтому я строю опять гроу-бокс. Я так полагаю, это пока что самая такая полезная вещичка. Ну и подбавится работа у нашего господина Филиппа. Здоровье 33. Урон 14. Урон 1. Здоровье 26. Окей. Хорошо. Будем стараться развиваться. Вот сюда, конечно, мы не скоро на субстанцию пойдем. Мы не скоро. Да. Вообще мне нравится эта игрушка. Очень. Я вообще, в принципе, люблю вот такие вот маленькие игрушки. Мне радует, что она с русским языком. Это прям вообще охренительно большой плюс. Как по мне. Ну, потому что, собственно, не умею. Не умею английский взять или а там то-то-се-мо-се. Так. Труд 2.1. Продажа 11. Я и русский-то не умею. Влияние 7%. Вот на что влияет влияние, мне интересно. Не знаю. Этот парень мне нравится. Естественно, так слащавый. Незрачный перенек, забитый под завязку ящиком для инструментов. Любознательный. Прибыл на звездолете. Понятно. Делтон, ты наш пацан. Обновлять список стоит 100 долларов. Как мы могли заметить. Ни один из них, блин, не справится с ментами. Ну, я даже не знаю, как бы мне это все дело. Приехать сюда. Значит, нанимать можно только по вот этим вот гроу-боксам. Здесь он не нужен нафиг. Так, я могу... Вот, смотрите. Эти ребята уже, по-моему, делают ему нон-стоп работу. Смотри, он сейчас этому отдаст. И пойдет вниз за еще одним ящиком. Херак, пошел наверх. Все, добро. А как мне нанять еще одного этого парня? Я не знаю. Он опыта набирается чуть-чуть. Это уже неплохо. Доход за вчера 38. У меня два максимальных менеджмента... Так, у меня два максимальных производителя, я так полагаю, да? Менеджмент персонала. Производит, производит, продает. Да, Филипп один продает. То есть один торгач, один и два продавца. У меня... Что тут? Мент, машина. Одно здание. Хорошо, хорошо. Я могу как-то нанять именно бойца? Или нет? Почитать про него тоже пока не могу. Я напоминаю, это при альфе не все работает. Не все работает. Но я полагаю, что мне нужно сейчас найти какое-нибудь местечко. Какое-нибудь местечко, в которое мы будем привозить свою наркоту. Увеличиваю тем самым влияние свое. Слушай, а вот здесь вот в этом баре один мент. Урон 15. 34 у него. Урон 15. Много на самом деле. Урон большой. Мне именно бойца какого-нибудь... А это походу другая банда вообще. Вот эта вот штука. Винсен. Какие-то чуваки непонятные. Эл, Джон. 15. Винсен. Кристофер. Не знаю. Ну вот сюда вот можно приехать. Вот сюда. А нет, здесь есть второй. Ирвин 15. И бла-бла-бла еще кто-то. Хорошо. Смотрите, наркота уже прибавляется. Вполне себе в большом объеме. Нанять. Читая урон у них маленький. Блин, прям совсем. Обновить за 100. Но это... Это я так полагаю... Именно... А, не, просто рабочие. Мне кажется, можно их назначать. Допустим, вот... Если я сейчас обновлю за 100 баксов. Ладно, потрачусь. Я найду... Якова. Яков... У него мощный удар. Двенашка. Ну, относительно, конечно, мощный. Продажа у него 7,5. Влияние 7%. Незрачный, сутулый мужчина с девиантной любовью к рептилиям. Местный спит в ванной. Отлично. Так, пока что пусть торгует. А эти пусть наполняет. Слушай, мне кажется, он устал. Ему надо отдохнуть. Да, надо не забывать следить за вот этим показателем. Они должны отдыхать все. А я пока что должен работать. Знаете такую тему? Рабу я. Все, он отдохнул. Ты куда? Ты куда? Работать. Дружище, работать. Слушай, а давайте проверим. Могу я вот, допустим, назначить тебе торговать? Нет? Ну-ка, подожди. Вот, назначаю тебе торгашон. Будешь торговать? Не, нихрена. Это как-то по-другому делается. Хорошо. А, вот здесь вот это нанимается. Вон оно что, смотри. Вон оно что. Ребята, неуклюжий и безобразный подросток с больной ногой и здоровой собакой. Въехал издалека, живет под мостом. Ну, он такой нехилый. По бойцовым таким статам. Стивен, 42 в день. Давай. А я не могу нанять больше, потому что... Потому что, потому что. Может быть, мне нужно что-нибудь типа отдыха комнаты сделать. Ну-ка, выкопай. Мне, пожалуйста, здесь проходится. Здесь я буду тогда лестницы ставить на нижний уровень, если что. Построить. Что-то дает. Тут могут отдыхать и лечиться твои сотрудники. Здесь дилер может забывать свой товар. Пост охраны. Позволяет нанимать крутых качков. Ага. Ага. Ключевое здание для хранения производственного товара. Добавляет плюс один. Смотри к этому. А вот эта вот штука плюс один к рабочему. Да, вот оно что. Плюс один к рабочему. Плюс один к рабочему. Плюс один к рабочему. Плюс один, плюс один. Тоже плюс один. Но это только боец будет нанят. То есть крутой такой качок. Нужно два поста охраны тогда сюда выкопать. Давай сделаем вот так. Выкопай. Проходится. Выкопаем вот здесь вот. Выкопать. И вот здесь вот. Вот здесь и здесь будут посты охраны, наверное. Давай-давай, копай. Мне нужны два бойца. Два хороших, крепких пацана, которые помогут мне сейчас завоевать новую территорию. Построим пост охраны. Минус одна энергия, кстати говоря. Построить пост охраны. Так, двенадцать пять. Вот сюда вот нужно будет выкопать тоже местечко и построить еще одну станцию. То есть еще один генератор поставить. Так. Слатый плюс один. Электричество плюс один. Значит, построить сразу же. Вот такая херня. Двести пятьдесят монет. Нанимаем. Опа! Опа-на просто. Смотри. Здоровье пятьдесят девять. Урон пятнадцать. Ну, это типа танк. А это такие бойцы именно. Они, слушай, и по продаже тоже молодцы, да? Но это чисто такие. Реально, бойцы. Мне нужно вот Бобби взять. 395. Я полагаю. Бобби. Айда сюда. 59, 15, 47. Блин. Может, немножко подкопить, чтобы они подзаработали, а? Ба-бам. Электроэнергия. Я, наверное, спешу. Шибко. Сейчас посмотрим. Так, сто десять. Давай-давай. Продавай. Продавай товар. Прям всей толпе товар толкаем. Какой-то у нас город, смотрите, так маленький, да? Прабочий, промышленный. Он, судя по кранам, судя по фону, довольно, в принципе, маленький. Или гараж. Что тут у нас есть? Бар. Субстанция. Дилеры. Еще одна команда. Гараж. Старый бункер. Под застройку, если что. Ага. Маркетплейс. Воу-воу-воу-воу-воу. Это вот эти три свиньи, наверное, охранники. Блин, их бы вырубить нахрен. Так, дилеры. Дилеры. Заброшенное здание. Бар. Я хочу вот этот бар завоевать. Вот этот бар. Тогда нам начнет, наверняка, работать наша вот эта вот штука, эта машина, и будет ездить сюда и продавать товар. Так, мы зарабатываем. Мы в плюсе. Мы в плюсе. Отлично. Вот он, наш боец. Боби. Боби. Вы не устали, ребята? Вроде не устали. Вроде нормально все. Так, нанимаем. 59. Так, 51. 19. Вот он, наш второй пацан. Иван. Хорошо. Ваня. Отлично. 51. 19. 3, 4. 15. 3, 4. 15. Мы должны вырубать вот этих ребят. Давайте смотрим. Значит, вот этот и этот. Ваня и Боби. Атакуйте. А можно сохраниться? Сохраниться. Сохраняться нельзя. То есть провалились? Провалились. Окей, хорошо. Боби и Ваня. Атакуем. Атакуем бар. Давайте смотреть. Они сейчас здесь сядут в машиночку и погнали. Да, поехали. Так, дружище. Что ты постоянно, блин, тоскуешь-то? Я не понимаю. Отдыхай. Поехали. Через гараж проезжаем. Ментам пофиг здесь. А здесь только двое. Вот этих же бить не придется? Придется. Ты глянь. Нет, не придется. Блин, тут один бы справился, наверное. Да! Один Ваня справится. Нифига себе. Ну-ка. Приехать сюда. Ваня, приезжай. Будешь отдыхать. Значит так. Теперь этот бар наш. Теперь этот бар наш. Мне нужен торговец. Мне нужен торговец. Им будет, наверное, Элвин. Или Стивен. Стивен, наверное, будет. Подожди, подожди, подожди. Стивен. Хорошо. Блин, Ваню можно было сюда отдохнуть поставить. Все. Смотри, наркоту привезли. Да. И этот херак становится здесь на продажу. Хорошо. Ну, только никто пока сюда не ходит покупать. А, во. Во-во-во. Все. Есть контакт. Хорошо. Кажется, мы налаживаем производство. А то вся очередь здесь. Ну, прям. Устают ребята. Слушай, а у нас получается... Подожди, а где парень, который вот здесь вот должен работать? А, вот он, блин. Нихера себе. Иди сюда. Слышь, работай. Тут пацаны не успевают уже. А вы, блин, развели тут. Не к терпению сейчас будет просто нарастать. Бешено. Давай, 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 давай. Так, все отлично. Ваня нарабатывает свое. Это для охраны, наверное, останется здесь. Можно еще один пост, наверное, охраны всучить. Для того, чтобы здесь тоже двое были. Или два поста охраны. Чтобы два солдата здесь, два солдата здесь. То есть точки охраняли. Наверное, я так и сделаю. Сейчас посмотрим, как мы вперед выходим. А потом будем думать, как развиваться дальше. Куда идти. Здесь есть еще один бар. Можно его захватить. Потом захватить гараж. То есть вот эту вот левую часть прям города. Так скажем, подмять под себя. Ну, что у тебя терпение? Падает, смотри, терпение. Так, теперь ему надо отдохнуть. Потому что выносливо сейчас закончится. Сейчас он доделает. Ты же доделать сможешь? Доделай сможешь? Доделай, 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 доделай. И отдыхать. Ты, блин, с товаром, что ли, пошел? С товаром пошел. Ну и что? Такие дела ставим. Отдыхай, батя. Отдыхай, отдыхай. Здесь все хорошо. Здесь народ торгует. Электричества нету. Но здесь и копать ничего нельзя. Строить ничего нельзя. То есть это чисто бар такой, который мы уже сами сделали. Пацан, ну отдохнуть дадим. Все хорошо. Кстати, вот этому парню бы тоже, блин, надо отдохнуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-ка отдыхать, дружище. Давай-ка отдыхать. А нам... Нам с вами нужен новый рабочий. Да, новый рабочий для, собственно, новой комнатки. И это у нас будет, по всей видимости, Винстон. 25-8. Труд просто хороший. Он, да, он до себя не особо постоит, но... А, у него и влияние большая. Продажа тоже нехилая. 1 на 6. Винстон, давай ты. Так, хорошо. Женщина какая-то. Рейд в районе Стар Дистрикт. Приехать сюда? Бобби. Приезжай. Сейчас менты сюда приедут просто. Откуда едут? А, ву-ву-ву-ву машины, смотри. Офигеть. Так, Бобби приехал. Мы можем драться? Что такое? Терпение закончилось. Вот собака. Терпение у него закончилось. Ишь ты. Так, ну и что? Рейд начнется через 27 секунд. А, я могу взятку дать, смотри. Я могу сражаться. Откройте, мы собираемся проверить это место. Давай сражаться, потому что взятки у меня нету денег. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот двоих ментов просто бам-бам-бам, раскидали. Вместо отдыха еще одно нужно, да? Получается. Потому что здесь не успевает парень. Все, отдыхай. Отдыхай. Вот такая вот игрушечка, ребята. Смотрите, мы нормально со второй попытки поставили свой бизнес немножечко. Отвоевали одну территорию. Наладили производство. Да, и, собственно, отбили первый свой рейд. Такая игрушка. Если вам сильно понравилось, ну или хотя бы просто хотите поддержать меня, то обязательно поставьте лайк. Перейдите по ссылке в описании. Сделайте репост на свою страницу. И я буду просто кайфовать от того, что вы в большом количестве меня поддерживаете. Короче, просто улыбка душей будет. Да. Такие дела. Нет, серьезно. Если не сложно, сделайте это. Я буду очень сильно благодарен. Ну, а следующая серия завтра. Увидимся в новых роликах. Дальше круче. Всем пока, ребят. Удачи! Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.